Всем добра и здравия. Я Василий Жердев, это Александр Малахов, учредитель и генеральный директор Великого детского театра. Мы сейчас хотим поговорить, я хочу у него взять интервью на тему, как Александр дошел до жизни такой, что создал театр. Шел-шел, упал, очнулся, надо делать театр. Потому что безопасность прежде всего, если бы понимал о чем речь, то не упал бы. Все очень просто. Ясно. Вот. И начали заниматься давным-давно, больше 15 лет, в Сибири. В Сибири работали в трех регионах. И два года назад, после общения с сотрудниками внутренних дел Москвы, нам было сказано, вы почему не в Москве до сих пор. Это было толчком для того, чтобы мы начали работать в Москве. Мы работаем второй год, есть положительная динамика, понимаем, что делать. Но просто Москва очень большая, не так все быстро, но все в правильном направлении. А вы на какой возраст у вас идите? Да, школьники, детские сады от трех лет группы и начальная школа. А какой адрес у вас? Адрес. Мы приезжаем в школу и в садике. То есть мы приезжаем, не к нам надо приехать, а мы наоборот к ним приезжаем. И там мы на месте, им показываем наши спектакли. У вас в основном кукольные или вы... У нас в спектаклях участвуют ручные куклы, ростовые куклы и актеры. Это такая смешанная техника, интерактивный спектакль. С детьми общаются, с детьми играют, детям задают вопросы, дети отвечают и так далее. И самое главное, что везде, где мы провели наш спектакль, нас сразу же уже ждутся следующие истории. У нас тоже еще одна специфика. Это у нас театральный сериал. Каждых полгода новая серия. О, замечательно. А что посоветовать начинающим предпринимателям, допустим, из актерства, как им начинать? С чего начинать свой театр? Если есть зрители, это всегда будет востребовано. И если есть понимание и интерес зрителей, то это будет востребовано. И никогда не надо, особенно в самом начале, звездить. Звездить от слова, считать себя уникальным и каким-то там супер-супер талантливым. Надо понимать, что ты непростой человек, но не значит себя сразу ставить выше всех остальных. Понятно. Это мое мнение. А то есть не звездить? Не звездить. Потому что, как говорится, высоко летаешь, больно падаешь. А потому что жизнь, она такая, что каждый день что-нибудь не всегда приятное может случиться. А если ты сильно высоко поднял нос, то ты, во-первых, ты просто этого не увидишь, этой опасности. А во-вторых, это больнее падать. А все-таки, что конкретно послужило, кроме падения, если по-серьезному, для создания театра своего? Это востребовано, Тарас. Второе, я как отец вижу вокруг, а необходимость обучения детей, она элементарная. Встаньте на любом светофоре и пешеходном переходе. Посмотрите, сколько людей идет на красный свет. В Москве только, наверное, в двух местах не ходят. Это МКАД не перебегает, потому что это очень далеко. Пять или шесть полос, и там летят под сто километров. Это очень опасно. И потом еще пять полос. Да, да. До свидания. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, есть, например, Тверская, которая тоже очень широкая. Ее надо быть или идиотом, или очень быстрым спортсменом. Чтобы их пробежать. А везде, везде на остальных светофорах мои статистические выкладки от 10 до 20 процентов людей идут на красный свет. Вот это проблема. Нет, ну вот так. То есть у вас самое главное то, что свой ребенок был, да? У меня, да. И заставил вас создать свой театр. Вот лучше... Нет, ну это то, что я как родитель понимал, что этому надо учить. Это с одной стороны. Мои дети, они послушные, это слава Богу, но много вокруг детей. И кроме того, мне этим нравилось. И тогда, и сейчас, мне все время этим нравится заниматься. Это мне приятно. И это получается. И я в свое время занимался телевидением, рекламой. И такое ощущение, если дети спрашивают, папа, ты чем занимаешься? Я рекламировал водку. Это одно. Там, не знаю. Я там деньги кому-то давал. Грубо говоря. Ну, это другое. А когда я нес светлое, великое, чистое и полезное, это совсем другое. Хоть это и пафос, но это так. Понял. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok